В этом сезоне Красная Поляна – это не только название известного посёлка. Так теперь называется и горнолыжный курорт, который первым по пути из Сочи встречает туристов. Пока снег есть только на вершинах, но горнолыжники уже в полной экипировке. 6 декабря было открытие, народ приезжает, люди всё больше едут, 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 потому что открываются и другие курорты, плюс погода хорошая, хорошее настроение, поэтому по чуть-чуть, по чуть-чуть мы движемся к Новому году. В этом году мы сертифицировали дополнительно существующие трассы, это более двух километров. Также в этом году мы дополнительно удвоили зону вечернего катания, она заработает чуть позже, по мере того, как выпадет снег на более низких отметках. Думаю, что к Новому году мы вас удивим большой новой зоной вечернего отдыха и зоной опрыски, которая впервые в России появляется сейчас в Красной Поляне. Это будет на основе одного из лучших опрыски Европы, то есть мы принимаем европейский опыт и организовываем такое развлекательное, весёлое место здесь у нас в России на курорте по аналогии с Францией. Эта зима войдёт в историю стартом программы «Единого ски-паса». Он начнёт действовать с 20 декабря во всех горнолыжных курортах. Воспользовавшись ски-пасом, туристы смогут бесплатно проехать на автобусе, так называемом ски-басе. Он будет курсировать между курортами ежедневно с раннего утра до позднего вечера. Ну а что касается самого ски-паса, то у него будет несколько тарифов – однодневный, сезонный и на несколько дней. Таким образом, гостям будут доступны все 177 километров трасс трёх горнолыжных курортов. При этом цены поднимать не будут. «Приехала сюда отдыхать в отпуск буквально вчера и была удивлена, когда узнала, что водится «Единый ски-пас». «Я думаю, считаю, что это очень будет удобно для посетителей. Может быть, где-то они и сэкономят». «Для активно катающихся, я думаю, будет это удобно. Кто мобилен, кто передвигается, кому разные интересы. У нас, когда мы с детьми приезжаем, нам это не очень интересно, поскольку мы не будем кататься, ездить с одной горы на другую. Ну а так, я думаю, нормально в любой момент». Горнолыжные курорты Сочи привлекают не только любителей лыж и сноуборда, но и просто ценителей горных пейзажей и отдыха на свежем воздухе. В этот зимний сезон здесь решили отличиться количеством развлекательных программ и горной зоной, спа и многочисленными фестивалями и концертами. «На следующий год мы уже планируем сделать первые шаги по объединению зоной катания «Роза Кутер» и «Газпрома» через Альпику-сервис. Ну и там к ней присоединится уже Кальпик-сервис, присоединится курорт «Красная Поляна». «Сейчас активность пока не очень большая, люди там примеряются, это мы в основном открылись для тех, кто находится в регионе, кто может с края приехать, кто из Сочи. Поэтому сейчас там примерно до двух тысяч лыжников у нас на курорте находится. Что мы ждем на зимний сезон? Ну, слушайте, статистика, которую мы уже имеем, да, это примерно, она достаточно стабильная, это примерно там порядка 700 плюс-минус тысяч лыжников мы думаем, что нас за зиму посетят». Чтобы отдых был не только насыщенным, но и комфортным, с 28 декабря в горном кластере Сочи начнет работать оперативный штаб. Он будет следить за координацией работы курортов и служб, которые отвечают за инфраструктуру. В оперативный штаб войдут представители региональных и краевых властей. Уже приведена в полную готовность уборочная техника, решены вопросы по работе общественного транспорта, снабжению кафе и ресторанов, а главное – безопасности туристов на склонах. Руководитель оперативного штаба вице-губернатор Василий Швец потребовал жестко пресекать катание вне оборудованных трасс.